В Ульяновске начнут собирать автобусы. Это позволит модернизировать имеющийся автопарк местных перевозчиков. А также наш регион заключил новое инвестиционное соглашение по медицинскому кластеру. Обе договоренности были достигнуты в Екатеринбурге на главном промышленном форуме России и на Пром-2017. Там же был презентован новый экспериментальный автомобиль УАЗ. На выставке и на Пром-2017 представили уникальный УАЗ. Под контрольную опытную эксплуатацию УАЗ «Профи» с гибридной силовой установкой планируется начать в 2019 году. Донором для данной модели стал новый коммерческий автомобиль УАЗ «Профи» грузоподъемностью до 3,5 тонн. Его серийное производство планируется начать в Ульяновске уже в сентябре этого года. Автомобиль будет отличаться тем, что в составе этого автомобиля будут двигатели ZMZ мощностью 160 лошадиных сил. Грузоподъемность повышается до 1,5 тонн данных автомобилей. И, по сути, данный автомобиль имеет свойство ЛСВ, то есть легкого коммерческого автомобиля, но со свойством легкового. То есть комфортность, управляемость, безопасность. У него будет легковой автомобиль, а везти он будет так, как везет полуторатонный грузовичок. Правительство Ульяновской области, компании «ИСУЗУ РУС» и «СИМАЗ» подписали в Екатеринбурге меморандум о намерениях по производству автобусов малого класса на шасси «ИСУЗУ». Автобусы будут собирать на мощностях производственного комплекса «СИМАЗ» в Ульяновске с применением комплектующих этого же предприятия. Сейчас обсуждается выход на рынок сразу двух модификаций автобусов малого класса – городского на 53 посадочных места и междугороднего на 27. Результатом данного проекта станет автобус, который будет надежным, долгосрочным в эксплуатации и доступным. Мы с большим энтузиазмом начинаем этот проект и верим в наше будущее. Мы рассчитываем, что данный проект будет востребован сегодня нашими перевозчиками. И поскольку автобус является достаточно надежным транспортным средством, фактически пробеги сегодня такого класса шасси доходят до миллиона километров. Поэтому думаю, что этот проект будет очень интересен вообще на территории России и постсоветского пространства. А нашему региону этот проект принесет еще как минимум 50 новых рабочих мест. Запуск производства автобусов планируется уже в конце этого года, а старт продаж – в начале следующего, 2018-го. За первый год выпустят до 500 автобусов. Уважаемые дамы и господа, соглашение подписано. Здесь же, в Екатеринбурге, на главном промышленном форуме России «Инопром-2017» завизировали инвестиционное соглашение по созданию совместного медицинского российско-китайского кластера на территории особой экономической зоны Ульяновской области. Мы исследовали 15 областей регионов России и считаем, что Ульяновская область – самая подходящая. Связано это с транспортом. Здесь есть и самолет, и транспорт на реке. В целом, объем инвестиций в медицинский кластер до 2026 года составит полтора миллиарда долларов, плюс около четырех тысяч новых рабочих мест. И мы начинаем реализовывать проект уже в сентябре. На первом этапе будет производство рентген-аппаратов для телемедицины, МРТ, КТ, УЗИ, 3D и 4D, которых в России пока нет. То есть это все должно быть реализовано до 2020 года. Первый цикл работ стартует уже этой осенью – производство высокотехнологичных аппаратов для телемедицины. Один из них представлен на Инопроме – персональный диагностический комплекс, позволяющий в полевых условиях получить показатели сахара, кислорода в крови, артериального давления. Первые образцы под российским брендом должны появиться уже в сентябре этого года. Элла Шахова, Вести Ульяновск, из Екатеринбурга.